Вновь обстреливают Славянск и Краматорск. Есть пострадавшие, но сколько их точно пока неизвестно. В одном из районов Славянска снарядом повредила газовую трубу. Ее ремонтируют. Угрозы, взрыва сейчас нет. В городе также проблемы с подачей воды и электричества. Несмотря на обстрелы, в городе продолжает работу наш корреспондент Сергей Арсенечев. Сейчас можете по ходу нашего включения слышать сильные взрывы. Стрельба ведется по центру города. Вот сейчас не видно, что, скорее всего, горит здание городсполкома. Выстрелы раздаются не каждую минуту, даже чаще. Стреляют из тяжелой артиллерии, из галубиц. Вот сейчас мы видим клубы дыма, которые поднимаются ориентировочно от здания городсполкома. Есть информация о пострадавших. Силовики продолжают свою карательную операцию и теперь уже вплотную работают огнем по самому центру города. Началось это все после того, как ополченцам удалось сбить самолет. Тогда пошла ответная реакция. Ее называют просто местью, когда был забросан в центр города минами и снарядами. Есть погибшие, есть пострадавшие. Сейчас отстрел ведется также по центру города. Летят тяжелые снаряды. Мы слышим их пив. Потом раздаются взрывы. И вот есть информация о том, что в нескольких жилых домах произошло попадание по крышам. Также есть информация о том, что произошло попадание в упал церкви. Напомню, сегодня троица. Город практически весь вымер. Даже наше журналистское сообщество сейчас находится в подвале. На улицу практически никто не выходит. Нет понимания, куда еще могут прилететь снаряды.